Добрый вечер. У эфиры программа новинный тыдня на телеканале Беларусь 4. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. Гомельщина по раннейшему лидер жнива. На этом тыдне в регионе веншовали молодежные экипажи комбайнеров-тысячников. Сегодня свое профессийное свято означают работники гандлю. У этой хвилины завершается 9-й региональный фестиваль гармонистов «Грай-гармоник». У День военно-морского флота у Гомельским областным музея военной славы отбылась встреча военных мароков. В Гомельской области все лето створили свыше тысячи новых прационных мест и увели в эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Выники социально-экономичного развития и выконания регионального бюджета разледили на посаджении облаканкама. Об этой и других подеях экономичного жития региона больше подробно расскажет Дмитрий Котау. По выниках первого поугодия Гомельская область выконала доведенные уратом задания по экспорте товаров, притягнении промых замежных инвестиций и створении новых прационных мест. Так само добрые выники по жилевым будовнествам и еще некоторых важных пунктах. Разом с тем, некоторые ключевые показчики досягнуты не были. Размова в первую чергу проваловый региональный продукт. Тут недобрали 2,5% пункты. По меркованию специалистов у сегодняшних умовах это не самый дренный выник. Во усилляком разе середний по краине. Что помешало нам выйти на запланированный рубеж? Одно практическое предприятие – это наш белорусский металлургический завод, который, к сожалению, пока работает с нагрузкой где-то примерно в 77-78%. Без этого предприятия мы имеем 100,5%. То есть практически были бы в графике в плане и вышли бы на те параметры, которые доведены правительственно. В наступном квартале отставания плануют ликвидовать, как кажут специалисты и передумавые для этого есть. Но придется уличить снижение объемовой творчести на БМЗ и Мазырском нафтоперепроцовщем заводе. Еще одна голена, по которой прогнозуют отставания – будовничный комплекс. В силу того, что крупные инвестпроекты, которые мы реализовали в предыдущие годы, в основном завершены. И, конечно, по объективным причинам в этом году Гомельская область показатели будет иметь несколько скромнее. Поэтому наша задача – перекрыть строительный комплекс за счет других отраслей. По всем остальным параметрам ситуация предсказуемая, она достаточно управляемая. И мы видим, что там динамика будет. Другое важное питание, которое обмерковали на посередине Абалвы Канкама – выники – выконание областного бюджета. Доходная частка склала каля 10 триллионов рублев. Расходы трохи перевысили эту сумму. Разом с этим заховалась социальная накерованность бюджета. У Тымлику в область поспехово справилась с выплатами отпускных, работникам бюджетной галины и выплатами адресной и социальной подтримки. На этом тыдне в Беларуси собрали другий миллион сборжа. Лидерами Жнева-2016 по раннейшему заявляются господарки Гомельской области. В регионе намолочено свыше 550 тысяч тонн. Середняя урожайность складает 32 центнеры с гектара, что на 7 центнеров больше, чем летость. До речи на этом тыдне в Речицком районе ушановывали первые молодежные экипажи комбайнеров-тысячников. Уручение дипломов и подарунков проходило непосредственно на полях. Усяго у Гомельской области працуют около 500 экипажов под эгидой Беларусского республиканского союза «Молодзи». Першими в области отзначились молодые комбайнеры филиала «Советская Беларусь», открытого акционерного товариства «Речицкий комбинат хлебопродуктов». Заветную мяжу у тысячу тонн тут передолили одразу два экипажи – Александр Кашицкий и Дмитрий Воробьев, а так само Денис Стельмашок и Константин Соснок, складающие высоких намолотов, карпатливая праца и надейная новая техника. Да и больше опытные комбайнеры своим молодым коллегам завсёды готовы и допомогчи, и словом, и справой. Миркование, что праца на комбайне справа ниже ночи, обвергают Наталья Бракаренко и Ирина Склемянок. Девчаты у выходят у склад экипажов к СУП «Оборона краины», и они так само отрымали подарунки от БРСМ. На двоих девчаты мают заплячима 10 уборочных. Тяжкости гэта и напруженной пары их не пужают. И хоть до этого сябровали, праца у поля сближая ясче больше. Придется, помогаем, если что-то надо там подержать, покрутить, всё делаем, помогаем друг другу. Потом приходится как-то поддерживать друг друга, всё-таки это нелегко. Областным комитете БРСМ уважливо сошать за работой кожного замаль 500 молодёжных экипажов. И никто не застанется без заслуженных узнагород. Выники прационного спаборництва сярод молодёжи подведут на областных дажинках. Лепшие экипажи и водители отрымают узнагороды. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси означается День работников гандлю. На Гомельщине своим профессийным святом его личат 75 тысяч человек. Миновата стольки же хоров в области зараз працуют в гандле. Воглях, эта сфера в нашем регионе – это 7,5 тысяч объектов площадей около 730 тысяч квадратных метров. Сегодня она уже не разглядывается, как просто пляцовка для купли-продажи. Её развивают, как целый комплекс привабных для споживца послуг. В этом году удалось испынить падение темпов роста розничного товара обороту всех каналов реализации. Зараз проводится больше активная работа с вытворцами и оптовыми операторами по насыщению рынка за потребованными товарами. Примаются маркетинговые меры по стимулированию попыту. Сегодня торговля является индикатором настроения потребителей. И от того, какое настроение в торговле, какие профессиональные качества проявляют работники торговли, зависит и настроение наших граждан. Мне бы очень хотелось в связи с профессиональным праздником Днём работников торговли поздравить армию нашу торговую и пожелать профессионального мастерства любить своих покупателей, любить свою работу, создавать настроение себе и людям, уметь предложить услугу и, естественно, здоровье, крепость духа, хорошего настроения и семейного благополучия. А мать две сотни агросядзиб зараз працуют на территории Гомельской области. Пик их открытия произошелся на 2007-2008 годы. А после раптом заповолился. В опущенный час активность у этой накерунки пошла на спад. И дарма, лечат специалисты. Потому что это не только популярный вид от подчинка для туристов, но и мощность, например, для беспрацованных засновать справу, которая будет приносить доход. Об тем, как открыть уластную агросядзибу, в актуальном интервью рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облаконка Денис Язерский. Денис Владимирович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько агроусадеб существует в Гомельской области и сколько открылось в этом году? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Если смотреть тенденцию, то у нас не так много открывается агроусадеб каждый год. В 2014-2015 году было открыто по одной агроусадьбе. И в этом году, в первом полугодии, тоже уже открыта одна агроусадьба. Хотя тенденция есть, и сейчас на рассмотрении в местных органах власти тоже есть люди заинтересованные, которые сегодня работают над тем, чтобы открыть такие объекты. Надеемся, что у них получится это сделать в этом году. В Гомельской области зарегистрировано 196 агроусадеб, и по итогам прошлого года 191 осуществляла свою деятельность. Насколько сложно открыть агроусадьбу? Для того, чтобы открыть агроусадьбу, необходимо прежде всего желание человека, который решил заниматься этим направлением деятельности. Ему необходимо обратиться в местный сельский совет депутатов, написать заявление, оплатить одну базовую величину, которая сегодня составляет 21 рубль, и зарегистрироваться в налоговой инспекции по месту жительства. В принципе, это и все условия для того, чтобы человек мог легально начать заниматься этим видом деятельности. Проводятся ли в Гомельской области обучающие семинары для желающих открыть агроусадьбы? Ежегодно Управление спорта и туризма Гомельского облсполкома совместно с заинтересованными, а это и Белагропромбанк, местные исполнительные комитеты, налоговая инспекция, комитеты по труду занятости и социальной защиты проводят 4-5 обучающих семинаров для субъектов агротуризма. Эта работа проводится прежде всего с теми людьми, которые заинтересовало это направление деятельности. Хотя в этом году мы немножечко пошли другим путем. Уже проведено 14 встреч, и эта работа продолжается. В каждом регионе Гомельской области мы работаем, по предложению нашего губернатора, с людьми, нуждающимися в трудоустройстве, особенно на территории сельской местности. А в чем интерес государства? Интерес государства на сегодняшний день очень простой. Это прежде всего занятость населения, и особенно в сельской местности. Это первая, наверное, причина, почему сегодня мы заинтересованы в том, чтобы это направление развивалось. Ну а для нас, как и для управления спортом и туризмом, очень важно, чтобы в каждом регионе Гомельской области, в каждом районе появлялось как можно больше объектов туриндустрии. Ведь сегодня необходимо уже переходить абсолютно на новый уровень работы в этом направлении. Так называемые кластерные модели развития туризма. Это когда не только один музей, либо одна гостиница работает в системе приема туристов на территорию района, а целый объем услуг может предложить любая территория. Поэтому агротуризм – это как один из основных элементов развития этой кластерной модели. Как популяризировать свой туристический объект? При нынешних современных информационных технологиях самое простое и самое элементарное, что можно сделать после того, как человек открыл агроусадьбу, это заявить себя через интернет. Это разместить свою страничку где-то в социальных сетях, разместить страничку на популярных сайтах продвижения, либо размещения, таких как Booking.com, которые позволят широкому кругу людей по всему миру узнать об открывшейся агроусадьбе. В каждом отделе образования, спорта и туризма рай и горы сполкома заинтересованы сегодня в продвижении своего продукта, национального продукта, регионального продукта. Поэтому активно принимать участие в приеме журналистов, пресс-туров, рекламников, которые сегодня организовываются как по линии управления спорта и туризма, так и по линии рай и горы сполкомов. И это один из качественных элементов продвижения своего продукта, своей агроусадьбы. Активно печататься, не стесняться распространять визитки либо какой-то другой рекламный материал в местах скопления людей, через радио, через телевидение. Механизмов очень-очень много. И поверьте, мы сегодня готовы помогать владельцам агроусадьбы себя популяризировать, пропагандировать и рекламировать. Спасибо большое, Денис Владимирович, за беседу. Спасибо вам тоже за то, что вы проявили интерес к этой теме. Я надеюсь, что с помощью вашей передачи любители агро-туризма и тех людей, которые захотят открыть агроусадьбу, станет больше. Сегодня в России означают День военно-морского флота. И хоть у Беларуси моря не ма, своим это свято лечит все белорусы, и какие тактии иначе были связаны с заховой водных рубежов. Так, в нашей стране живение мало ветеранов, которые служили на этом флоте в военные годы. Каждый третий сирот мароков Советского Союза был миновит белорусам. Поэтому сегодня на территории Гомельского областного музея военной славы отбылось урочистое мероприемство, присвеченное этому дню. Организатором выступило Гомельское отделение Белорусского Союза военных мароков, сирот членов якого сегодня наличивается больше, как 300 человек, некоторые из них стали гостями этого мероприемства. Так само присутничали ветераны военно-морского флота и их свояки, усяго больше за сотню человек. У Музея военной славы они узняли в военно-морских стях. Простовники Белорусского Союза военных мароков повиншовали присутных, а самым активным членам громадской организации уручили памятные юбилейные медали. В этом году свято мароков усыпало еще из 320-х годовиной военно-морского флота России. Я сердечно хочу поздравить всех однополчан, всех ветеранов военно-морского флота, друзей, знакомых. Наша организация не закрыта, наша организация открыта, можно в любое время прийти, заполнить анкету, получить красивое удостоверение членов Белорусского Союза военных моряков и принимать активное участие в патриотическом воспитании. Мы ходим в школы, проводим уроки. На днях был установлен, 22-го числа, был установлен памятный знак в Чечерске. Такой памятный знак есть в Речице. В Мозоре установили огромный якорь, камень с памятной доской погибшим землякам. Это очень приятно, и память к флоту возрастает, люди к этому возвращаются, и дети смотрят. И это, я считаю, что очень правильно. У этой хвилины завершается 9-й региональный фестиваль гармонистов «Грай-гармоник». Его удельника у спяти и краина у свету принял Ельский район. Мероприемство дожилося на протягу двух дней. Как это было, расскажет Алексей Нцерову. Фестиваль «Грай-гармоник» у першиню прошел в Ельск в 2000 году. Тогда он имел статус районного, и у делу им приняли только около 50 человек. Сегодня-то у Деньгами фестивалью стали уже больше 300 представников Беларуси, России, Украины, Эстонии и Молдовы. По окойкости краин до речи, это уже международный фест. И ведь мы вероятно, что раз в два года он официально отримает такой статус. По всяким разу, ответная подготовка работа начинается, хоть и в статусе регионального «Грай-гармоник», ураживая своим узровнем. Я считаю уровень, наверное, ни в русском, ни в белорусском языке, уж насколько он богат, такого слова даже нет определить. Как моя внучка говорит, космос, то есть высшая похвала. И организаторские все моменты, и гармонисты один лучше другого. Организаторы кажут, что некоторых у Деньгов на фестиваль запрошали специально, а лишь мат, кто дослал заяву самостойно, не отмолять им к нолися никому. У Речцы, когда есть затекавленность, все организационные и финансовые моменты выражаются без особливых проблем. Есть финансирование, финансирование было заложено в начале года, плюс спонсоры, партнеры наши, ельские организации, предприятия, частные фирмы. Поэтому мы не испытываем на данный момент какие-то затруднения в финансировании этого фестиваля. Музыканты кажут, что на гармонику можно передать любой настрой, как примусить смеяться, так и плакать. Правда, на фестивале у Ельцкого все это все-таки больше висели неся. У Речцы это свято. Хоть ельский фестиваль «Гра и гармоник» – это не только конкурс музыкантов, выстава сельских подворков, левщина хлебосольная и працах андловых кропок. Такие мероприемства у Воголя дают довольно значный шторшок развитию инжакалин, тот же город Майстров, например. Тут можно не только набыть довольно текавые речи, часто выражаемые у одинковых экземпляров, но и просто ознайомиться с оправданной народной белорусской культурой. Уже традиционно в рамках фестиваля «Гра и гармоник» проходит выстава декоративных выработок, которые свечут, что наши люди не только талиновитые музыки, но и, как кажут, мастеры на все руки. Тут можно увидеть и такие вот поясы для соправданных господаров, и ляльку обярех, вырабленную, до речи, по старожитных технологиях. Ельщина сбираясь об ров, гэта соправды об фестивале «Гра и гармоник». Чмак, кто за его удельников, добрознайомы по конкурсах, які проходят на инжах пляцовках. Некто познайомыся тут у першыню, але у любым выпадку такие сустречы добрая махчымысь обменковать некие профессийные пытания и обменяться в опытом. Плюс огучить некоторые планы на ближайшую перспективу. У нечем махчымы навык крыхло амбициозные, але для соправды обонтанных людей ничега немахчимы нема. Открыть на телеканале «Беларусь-1» или «Беларусь-2» или «Три». Да давайте начнем с местного передачи, типа вот «Играй гармонь белорусская», «Играй гармонь ельская», «Гомельская», может «Гомельская заваленка», «Мозырская раздолье», что-нибудь такое сделать. Надеюсь, что наши власти идею поддержат. И вот сядем на мотоблог всех гармонистов сюда и с гармошечкой вперед. Олег Синтеров, Сергей Рукашук, телерадиокомпания «Гомель», «Ескай район». А зараз объединенных наибольшь цікавых падеях с культурного життя Гомельской в области, які трапили у объективы наших телекамер на гэтым тыдні. Расскажет Вероника Ворошилина. Выстава под назвой «Атлантида. Мігатливые скарбы Йонагуни» открылась у Гомельским палацово-парковым ансамбле. Гэта авторский проект, представника Центра культуры и спорта Японии, доследчика японской культуры у Владислава Фемина Асаки. Ён знайомий с таямницами подводного города Йонагуни, які у реальности открыты и выворчаются у Японской моря. Його взрос не менше як 10 тисяч годів. Японская вариація згубленного подводного света раскрываются про звазковые фигуры мифологичних персонажів. Специально подрахтованные декорации створають эффект морского дна. Усе экспонаты опрацованы адмисловыми сумісами фарбов, что надаєм фантастичное мігатенье. Для дятей у выставочной зали открыт аквариум с электронными рыбами-роботами. Нас заинтересовал этот проект для того, чтобы в Гомеле впервые сделать премьеру в замечательном дворцово-парковом комплексе и создать такое светомузыкальное шоу, в котором не только можно посмотреть на монстров, допустим, японского этноса, на кукол японского этноса в новых красках, то есть специальных красках и вот в этом новом свете, но и поучаствовать, чтобы было интерактивное участие, не только сделать японских журавликов, поиграть с рыбой-роботом. Тым часом у Музея истории города Гомеля свои авторские работы и упругоживание с бисером представила гомельчанка Лилия Сацевич. При створении коллекции она выкорестовывала такие техники, как цегляное, мозаичное и спиральное плетение, работала с натуральными каменями, с курой и сутажем. Рукоделем майстер займается с раннего детинства и шесть годов тому ее целиком захопила бисероплетение. Идеи возникают просто из ниоткуда, они возникают всегда, иногда что-то увидишь, цветочек, листочек, какую-то одежду на человека, ты понимаешь, что вот сюда надо, вот именно такое украшение. Иногда ночью просыпаешься, вот что-то приснилось, начинаешь рисовать, зарисовывать, чтобы потом утром это все повторить. Вероника Варашилина, Валерий Гопанько, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». На наступном тыдне отбудется той, чаго спортивный свет, чака у четыре годы. У РД Жанейра распочинаются 31-летние олимпийские гульни. 5-го жнивня отбудется церемония открытия Олимпиады, а в наступный день разыграют первые комплекты у Знагарод. За их будут змагаться и представники Гомельской области. Протягнем Максим Савин. У субботу станут свядомые первые олимпийские чемпионы в велоспорте. Отбудется мужчинская групповая гонка на шаши. Беларусь представить Василь Кирыенко и Константин Силцов. 6-го и 7-го жнивня начнут боротьбу за узнагароды представники академичного веслованья. Станислав Шчарбашеня, Игорь Пашевич и Инна Никулина. На внутренней арене так само будешь апатия скравых и видовичных падей. Хоккеисты распочинают сезон. На наступном тыдне завершится первый этап розыгрышу Кубка Руслана Салея. Другого жнивня Гомель и Жлобинский Металург сгуляют помеж собой. Матч отбудется в областном центре. Четвертого жнивня Металург будет примать Солигорский Шахтер. А Гомель на своим лёдзе сгуляет в Витебском. Завершать первый этап розыгрышу Трофея Гомельчане выязным поединком с Шахтером. А Металург дома сгуляет с Лидой. Матчы отбудутся с 7-го жнивня. Открытое першинство в области по конным спорте отбудется у Гомеля. За узнагароды позмагаются юниоры. Пройдут с поборництвы на базе областного центра Олимпийского резерва по конным спорте с 1-го по 4-го жнивня. Максим Савин, телерадио «Компания Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный. У студы працывала Наталья Игнатенко. Мы с учим с разведцем падей на Гомельщине. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин